Мотивировать людей деньгами бесполезно, и себя мотивировать деньгами тоже бесполезно. Сколько раз я видел, когда приходили люди ко мне и говорили, вот я хочу зарабатывать условный миллион в месяц. Но ни у кого никогда еще цель зарабатывать какое-то число денег в месяц не достигалась. И это всегда деморализующая цель. Она всегда только портит настроение и подрывает веру в свои силы. Но сейчас я предлагаю людям не ставить цели на зарабатывание какой-то конкретной суммы денег в месяц, а выбирать такие микроправила жизни, которые неизбежно к этому приведут. Таким образом мы можем достичь цели, не ставя цели. Потому что когда вы ставите любую цель, вы напрягаетесь. Любая цель – это стресс. Это претензия на изменение мира. То, что, дескать, вот такой мир, какой сейчас есть, меня не устраивает, я хочу другой. Поэтому чем больших изменений в мире вы хотите, тем больше у вас будет стресса неизбежно. А чем выше у вас стресс, тем ниже креативность, тем ниже шансов придумать, как эту цель достичь. Вот такой парадокс. Разрешить этот парадокс без ущерба для своей психики и не отказываясь от цели, можно другим парадоксальным способом. Мы не ставим цель. Мы придумываем паттерны, сценарии, микроправила, повторение которых неизбежно нас к этой цели приведет. Например, ни один курильщик не ставит себе целью хроническую болезнь легких. Ни один наркоман не ставит своей целью разрушение печени и смерть от передозы. Однако, продолжая курить, курильщик несется на огромной скорости к, в лучшем случае, к хоблу, в худшем случае к раку легких. Но они этого не хотят. Но неизбежно к этому приближаются с каждой выкуренной сигаретой. Осознайте это. С наркоманами все еще проще и понятнее. Вот есть какие-то правила, есть какие-то сценарии, есть какие-то микродвижения, повторение которых нас неизбежно приближает к какому-то заранее известному результату. К плохому или к хорошему. Вот если мы хотим хороший результат, можно просто подумать о том, какие микроправила к этому приведут. Например, какое микроправило, например, помогло ему найти работу. Не цель найти работу на доске мечты, а каждый день рассылать резюме не менее 100 раз. То есть, если каждый день мы рассылаем 100 резюме, гарантирует ли это то, что человек найдет работу? Нет. Приближает ли его это к этому? Да. Если ежедневно рассылать по 100 резюме, то через какое-то время обязательно будут отклики и обязательно будет работа. То есть, главное делать попытки. То есть, цель устроиться куда-то мы не ставим, но продолжая делать то, что может к этой цели нас приблизить, мы эту цель неизбежно достигаем. То есть, так же, как курильщик разрушает свои легкие, не имея такой цели, вы можете себе улучшить жизнь, придумав, какие микроправила к этому приведут. Надеюсь, понятно объяснил. Это тема двухлетней давности у меня, когда я придумал то, что назвал фрактальной психологией. То есть, как достигать цели, не ставя цели.